День Белого Медведя Не 27 марта, потому что это понедельник И так как у нас родился медвежонок И мы строим полярий для белых медведей То мы хотим отпраздновать с размахом И для этого начало недели подходит не очень, скажем так И мы тогда выбирали, кстати, 26 февраля отметить или 5 марта И решили, что для медвежонка будет лучше на неделю попозже Потому что он все-таки очень-очень маленький сейчас Но это было целое событие, все-таки рождение медвежонка Когда это произошло событие? 26 ноября ночью Три месяца назад И вот только сейчас медведица позволила ему покинуть вольер В общем, вывела его, так сказать, в мир Только сейчас работники зоопарка и сама медведица Подволила ему Вот так он осторожно выглядывает Посмотрите, как медведица принюхивается, смотрит Нет ли там какой-то опасный Потом раз, назад, сынок Куда пошел, я кому сказал? Да, да Фрида просто великолепная мать И малыш И куда пошел? У которого имени еще нет Поэтому мы будем называть его малыш Ну, совершенно, конечно Он любопытный, естественно Но Фрида его... Вот это первый день, когда он выходил Это было в среду И в среду Фрида его все-таки дальше двери не выпустила Потому что рядом же папа Норд И через клетку еще первый ребенок Нора И они тут же заинтересовались новыми запахами Папа стал порыкивать немножко в сторону Папа опасен вообще, да? Да, папа опасен Вот, и поэтому Фрида своего чубзика Обратно, обратно, еще не выходи Даша, ты сказала о том, что Фрида очень хорошая мать А что бывают плохие матери у белых медведей? Ну, есть у животных такая, ну, скажем, невнимание к своему... У всех бывают плохие матери Да, у всех бывают То есть... Даже у белых медведей Что, что удивляться, что и у людей тоже Да Как бы о материнстве белых медведей мы не знаем очень-очень много Потому что медведица, если она чувствует, что она беременна Забеременевает она весной Все лето набирает себе вес, жир Обычно несколько сотен килограмм веса набирает только в предвкушении беременности Тогда она где-то в октябре-ноябре ищет себе либо берлогу Либо просто ложится где-нибудь на склоне и ждет, пока ее снегом засыпет И с этого места она не сдвинется до весны Почему ей и нужно было набрать весь этот вес? Потому что она не будет кушать, пить не будет У нее, в принципе, пищеварительная система не работает Но при этом она кормит своих детей молоком То есть если она в конце осени весила, ну, может быть, килограмм 300 Вместо своих обычных сотни То когда она весной выйдет, ну, она будет весить килограмм 70 Вешалка такая со шкурой Зато детишки будут сыты И вот если она это все сделала, то мы скажем, что это хорошая мать Иногда бывает, что медведицы почему-то оставляют своих медвежат Я, конечно, не хочу их ругать, я не знаю, какие были у них причины Обстоятельства жизни Да, обстоятельства жизни бывают разные Вот, но чем больше изучаю животных, тем больше понимаю, что нельзя исключать наличие характера Каждого конкретного животного, поэтому... Если медведица оставит своих медвежат, они обречены на гибель? Это 100%? Да, это 100% Потому что когда медвежонок рождается, то он вот такой примерно же Весят тогда 500-600 грамм Мальчики немножко побольше, может быть, 700 грамм Они покрыты очень-очень тоненькими волосиками Даже кажется, что они голенькие Двигаться не могут, слепенькие такие Растут, конечно, очень быстро Но все равно всю зиму они обязательно должны быть с мамой Она их будет греть, и она им будет давать молоко Но это они уже во природе обречены, да? Если медвежонок появился на свет в зоопарке, то, конечно, ему помогут Есть шанс, да, есть шанс, естественно Отцы, они также и в природе, в общем, не являются хорошими воспитателями Я имею в виду белыми медведями Да, совсем не являются То есть отцы участвуют только в зачатии ребенка И очень стараются для того, чтобы встретиться с самкой Иногда они могут несколько недель ее преследовать Вынюхивать ее следы на снегу И тогда они найдут самку, может быть, спарятся с ней И уходят И потом же они не знают, где его дети, где не его дети Но тут что происходит? То, что где-то так в начале, середине весны Мать выходит с детьми из своей берлоги Дети обычно, ну, вот такие вот где-то То есть уже килограмма 4, да? Ну, вот как наш, килограмм 12, может быть, 15 так Это он за 4 месяца набирает такой вес? Да Хороший аппетит Да, неплохой Жирненькое молочко? Очень, очень, да Выходят, значит, медвежата И самцы в этот же примерно период тюленей едят И если не находят тюленей, если тюленей не хватает Ну, тогда они берут, кто попадется под руку Ой, не будем о грустном Не будем о грустном, перейдем к приятному Потому что мы все думаем о том, какое же будет имя у этого медвежонка И, насколько я понимаю, мы можем его придумать всем миром, всем народом, да? Да, да Конкурс, кстати, длится до 6 марта Сначала думали, что он будет длиться подольше Но у нас за первые часа так 20 пришло более тысячи предложений Поэтому наши жюри, которые будут выбирать уже немножко А как жюри будет выбирать? Глатотроне просто, нет? Нет, нет, нет Мы будем смотреть, какое имя лучше подходит Потому что, в принципе, нет точных правил Как мы должны назвать этого малыша Но есть некоторые указания Которые, пожелания, скажем так, советы Например? То есть, на какую букву начать имя? Желательно это вести по родословной И родителей малыша зовут Фрида и Норд Бабушек-дедушек зовут Ольга, Эрик, Вайда и Франц То есть, вот буквы Э, О, Н, Ф Они получат преимущество Приоритет Либо имя, которое связано с естественным местом обитания белых медведей То есть с Арктикой Вот, мы хотим, чтобы люди не только предложили имя Но и объяснили, в чем фишка именно этого имени Эка А какая фишка у Фриды? Какой-то немецкой, да? Или у Норы Она имеет немецкое гражданство? Фрида, это одна из скандинавских богиней, если я не ошибаюсь Ах, даже так? Да Там была Фрея и была Фрида По-моему, Фрида это жена Одина Богиня, то есть, любви, плодородия То есть, как бы, Василием Его невозможно будет назвать, я понял Скажи, пожалуйста, как долго малыш будет жить с Фридой в одном вольере? Полтора года точно И тогда посмотрим уже, как у них характеры сойдутся Может быть, до двух лет он будет с ней жить Но, в принципе, медвежата-самцы живут с матерью не больше двух лет И в зоопарке мы тоже не можем их вместе оставить А как потом они понимают, что пора уже уходить от мамы? Это какой-то зов природы? Либо они сами понимают, либо мать от них устает И уходит И прогоняет их Если ребенок не уходит, то мать уходит Убегает от своего малыша Но она обязана Нет, ну хорошо, что мы не белые медведи Как-то все это звучит очень трагично Скажите, давай, пожалуйста, вернемся к 5 марта Когда вы будете отмечать День белых медведей в зоопарке Какие мероприятия все-таки приурочены к празднику? Что там будет? Кроме того, что мы полюбуемся на малыша Мы надеемся, что мы полюбуемся на малыша Как бы мы дверь откроем А вот что-то в Фриде лежит Это уже другой вопрос В 12 часов на Северных воротах Это со стороны Рокальмары Собирайтесь там Потому что Титмары, директор зоопарка Он покажет, расскажет о строительстве полярия Которая там рядышком строится И потом мы отправимся к белым медведям Где Алексей Туровский расскажет про них Кто они такие Там еще одна детская группа будет петь После чего дети с 1 по 5 класс Могут отправиться на поиски сокровищ Я думала, на поиски Умки Все знают Хорошее имя, кстати, Умка Хорошее Я уверена, что уже предложили Но можешь еще раз предложить И будет также мастерская Для детей Ну, может быть, и для их родителей И также, если погода позволит То тропа по лесу на снегоступах Спасибо большое, Даша Я напоминаю, что День белого медведя Будет отмечаться в Сталинском зоопарке 5 марта в воскресенье Приходите Ну, и мы надеемся, что Фрида и малыш Будут благосклонны и позволят полюбоваться ими Не знаю... Не знаю... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!